В Сарове стартовало первенство школ города по мини-футболу. Школьный спортивный клуб при третьем лицее в этом году выбрал своим основным направлением занятие футболом. В школе футбол активно развивается, в лицее есть даже женские команды. На первенство школ города лицей номер три заявил участников по всем четырем возрастным категориям. Опыт нам, конечно, нужен, но и рассчитываем на результат, потому что дети достаточно у нас амбициозные, но хотят зацепиться за какое-нибудь место обязательно. Притом и в младшей группе, и в средних, и в старших. Попытаемся. Мы участвовали в прошлом году только на кожаном мяче, но так получилось, что третье лицее занял третье место. Им хотелось, конечно, подняться повыше. Команда третьего лицея была решительно настроена на победу. На тренировках они выкладывались на все 100%, отрабатывали приемы и удары, оттачивали мастерство игры на поле. Мы тренировались очень усердно, разминали вратаря, сами разминались, били поворотами и уделяли время разминке, чтобы не получить травмы. Мы очень любим футбол, все, кто тут от нашего лицея, мы готовы тут всех победить. На первенство школ города по мини-футболу заявилась 21 команда от 12 учреждений. В соревнованиях участвуют 4 возрастных категории, начиная с пятиклашек и заканчивая взрослыми ребятами. Играют футболисты по олимпийской системе на вылет. Проигравшая команда выбывает из соревнований, а сильнейшие разыгрывают между собой призовые места в полуфинале. Открыли первый игровой день команды из третьего лицея и 16-й школы. Оно проводится в рамках федерального проекта мини-футболка школы. С помощью этого проекта реализуется множество программ дополнительных, общеобразовательных и программы, входящие в образовательные стандарты новые. Дети больше занимаются футболом в школах. Футбол самый распространенный вид спорта и у нас в стране, и в мире. Поэтому у детей проявляется больше возможностей для развития футбола. Первая игра закончилась со счетом 8-0 в пользу лицеистов. СРФТИ и спортивная школа Олимпийского резерва по боксу имени Олега Москаева заключили соглашение о сотрудничестве. Андрей Маков занимается спортом со второго класса. В бокс Андрея привел папа. Было время, когда молодой человек брал паузу и откладывал в сторону боксерские перчатки. Но, несмотря ни на что, снова возвращался в зал. Потому что, как сказал Андрей, бокс стал частью его жизни. В секции бокса при СРФТИ студент не только посещает тренировки, но и выступает помощником тренера. Если нужно, поможет, как он заменяет тренера. То есть, если Леонид Владимирович не может, не получился, то я могу провести тренировку за него. На соревнованиях где-то я могу сказать ребятам, помочь им тоже в руку, как секундант. Готовить их перед боем, настроить. То есть, такие задачи. В этом году Саровский физико-технический институт и спортивная школа Олимпийского резерва по боксу имени Олега Москаева заключили соглашение о сотрудничестве. Это стало толчком для развития бокса при институте. Дало возможность привлечь в спортивный зал новых ребят. Также, благодаря сотрудничеству, студенты могут работать с тренером спортивной школы Олимпийского резерва по боксу Леонидом Владимировичем Тужилиным. Мне с этим не нравится заниматься. Они взрослые, они вдумчивые, понимают. Я понимаю, что из них чемпионов не вырастет, потому что они уже взрослые, и надо начинать чемпионов растить с маленького возраста. Но я думаю, что это не самое главное чемпионство. Самое главное, наверное, в наше время – это растить патриотов. Патриоты рождаются в таких коллективах. Секция бокса при Сарфатеи существует давно, но недавно зал бокса переехал в новое общежитие института. Здесь Леонид Тужилин оборудовал помещение своими руками. И все это для того, чтобы поддерживать и развивать студенческий спорт. В начале месяца воспитанники тренера участвовали в открытых матчевых встречах по боксу в поселке Вознесенское. В секции бокса занимаются и несколько девушек. Пришла я в секцию в начале учебного года, то есть я хожу сюда с сентября. Пришла, потому что видела у нас в ВКонтакте объявление. И решила себя попробовать в этом. Было очень страшно, но я переборола этот страх. Наверное, ради этого я пришла, чтобы уметь перебарывать себя, так скажем. В секции бокса могут заниматься все студенты Сарфатеи и других учебных заведений. Тренировки проходят по понедельникам, средам и пятницам в 18 часов в новом общежитии института по адресу улица Чкалова, 57. В молодежном центре прошла встреча с бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года по бадминтону Валерии Сорокиной. Призер Олимпийских игр 2012 года Валерия Сорокина. Родом из маленького поселка Решетихи Нижегородской области. Воспитываясь в спортивной семье, будущая олимпийская чемпионка всегда вела активный образ жизни. Когда в поселок приехали тренеры по бадминтону из Москвы, Валерия не упустила шанса попробовать себя в новом виде спорта. В нем она и задержалась на долгие годы. Валерия Сорокина – заслуженный мастер спорта по бадминтону, многократная чемпионка России и Европы. Самый большой ее успех – бронза в парном разряде среди женщин на летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Чемпионка вместе со своей напарницей принесли России первую медаль по бадминтону за всю историю проведения бадминтонного турнира на Олимпийских играх. Любой спортсмен стремится к этому. Это наивысшая цель у любого спортсмена. Это наивысшие соревнования, это самый высокий титул, который можно завоевать. Поэтому, да, это предел мечтаний многих спортсменов. За высокие достижения в спорте и большой вклад в развитие физической культуры и спорта Валерия Сорокина удостоилась медали Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. В молодежном центре прошла встреча соровской молодежи с олимпийской чемпионкой. Бадминтонистка рассказала о своей жизни и спортивной карьере, поделилась секретами успеха, ответила на вопросы слушателей. После этого Валерия Сорокина провела для ребят полноценную тренировку, показала различные приемы и тактики бадминтониста. Хотелось бы показать, насколько он интересен, этот вид спорта, бадминтон, насколько он доступен. Сейчас его вводят в программу школьную, то есть и для школьников это очень доступно. То есть вот, ну, хочется как бы показать, рассказать о нем. Это очень полезный вид спорта. Даже если у вас не будет серьезных медалей, этот вид спорта развивает все тело. Встречу со спортсменкой организовали в рамках проекта «Бадминтон. Спорт равных», который направлен на развитие физической активности у детей, в том числе с нарушением слуха, и их родителей. Проект победил на всероссийском конкурсе «Росмолодежь» и получил грантовую поддержку. Тренировочный процесс, он выстроен таким образом, что ребенок может вместе с родителем прийти и учиться играть в бадминтон. Они все делают вместе, сообща. И в конечном итоге на финише проекта будут организованы соревнования, где будут принимать участие и ребенок, и один член семьи, и профессиональный спортсмен. Тем самым организуют совместный досуг свой с детьми. И тем самым мы показываем, что бадминтон может быть не только как вид спорта, а как и общее семейное досуговое мероприятие. После встречи с саровчанами Валерия Сорокина раздала автографы и сделала фото со всеми желающими. Полное интервью с бадминтонисткой смотрите на канале 16 в программе без комментариев. Всероссийский день гимнастики отмечают ежегодно в последнюю субботу октября. Воплощение эстетики, грации, красоты. Их движения плавные, четкие, невесомые. Они словно парят над ковром. Но мало кто задумывается, что за легкостью и качеством выступлений стоят десятки, а порой и сотни часов в залах на тренировках. Миллионы повторений, ошибок, слез и стараний. Художественная гимнастика. Очень сложно описать в двух словах, потому что это действительно очень яркий, грациозный вид спорта. Сложно координационный. Нужно уметь владеть и скакалкой, и мечом, и обручем, булавами, и лентой. Вот, в принципе, очень интересный женственный вид спорта. Всегда он зрелищный. Ну и, конечно же, очень тяжелый труд здесь. В отделении художественной гимнастики спортивной школы «Икар» берут девочек с двух с половиной-трех лет. Начинают занятия с общей физической подготовки, работают со стопами, растяжкой, готовят юных гимнасток к более серьезным нагрузкам. Малыши занимаются, как правило, 45 минут. В основном это разминка и подвижные игры. Я очень люблю, что там очень надо растягиваться хорошо, и всегда есть друзья, которые тебе помогут. За что любишь отделение? За все. А что прям вот больше всего нравится? Растяжка. Я люблю, потому что здесь хорошие тренировки и хорошо занимаюсь. Я очень люблю гимнастику. Художественная гимнастика, как и акробатика или спортивная гимнастика, требуют от детей серьезных физических и психологических нагрузок. Но, несмотря на это, многие спортсмены утверждают, что именно этот вид спорта позволил им воспитать силу характера и укрепить здоровье. Большую роль в эффективности занятий играет именно тренер. У каждого свой подход, у каждого свои секретики. Все-таки мой любимый подход – это метод кнута и пряника, что до тренировки мы с девочками лучшие подружки, а на тренировке это уже, соответственно, дисциплина и максимум строгости. Информацию о наборе в секцию художественной гимнастики спортивной школы «Кар» можно получить по телефону 993-87.